я никогда не видел такой такой вот бесконечной отдаленности горизонта бесконечно вон какое здание как в half-life 2 до неба такой вот такая как сигарет бесконечно даже надо такое вот бесконечные дали бесконечно ходит вот это море или что бесконечно и вон там остров как в готике 2 из хориниса вдалеке фига какая высота мне так непривычно такая высота такая вот бесконечная небо такое высокое высокое небо очень но другое здесь за сколько же километров там далеко так наверное это эволюционно заложено что когда человек на высоте находится и видит так все далеко то это могли делать только короли самые избранные на вышке в крепости там на высоте замки своем это это ощущение власти нифига себе там вот такие маленькие люди так далеко такое яркое такой яркий этот бассейн там вот голубой цвет яркий этого бассейна там система бассейнов где люди так так такие маленькие песчинки такие маленькие я никогда так не видел очень маленькие идеальные геометрические фигуры это и знаешь если бы космические корабли вот так вот такой был гигантский и там далеко на том острове или дальше это вообще такое сделают при помощи при помощи лазерной теле трансляции сделают надо же какие здесь какой горизонт огромный там вот маленькие очень далеко от небоскреба очень далеко от небоскреба такая программа такая программа такая программа и сейчас пока ждали там новый ролик али вышел про сверх искусственный интеллект вот эта годнота я очень я как бы ни к чему не призываю там ничего просто я вот мне почему-то так вот кажется может по глупости мне хочется чтобы искусственный сверхинтеллект уже стал ну стал действующим агентом на нашей в нашей вселенной вообще нашей земле чтобы он начал изменять окружающую нас землю как угодно только чтобы началось начались изменения я не испытываю никакой грусти когда слушаю там как али рассказывает про искусственный сверхинтеллект что он нас уничтожит мне неприятно абсолютно не нравится то что в ядерном апокалипсисе люди друг друга уничтожат или просто сами по себе друг друга уничтожат вот это мне не нравится а вот если искусственный интеллект и сделать сверх искусственный интеллект это по сути как и инопланетянин вот это мне кажется достаточно приемлемо почему так я не знаю почему положительно потому что искусственный сверхинтеллект он не является человеком и то как он побеждает побеждал с нуля обучившись побежит победил всех имеющихся на всей планете самых лучших и умных гениальных шахматистов и прочих игроков в вот эти игры по типу шахматы или подобные шашки мне это мне почему-то это кажется будто это моя заслуга ну гордость как будто вот этот сверхинтеллект это моя родная страна гордость вызывает что сверхинтеллект победил всех у меня радость за него и гордость как будто это моя родина моя страна вот этот сверхинтеллект невидимый и я испытываю такое вот чувство которое наверное испытывают патриоты когда их страна в чем-то побеждает и превосходит других если искусственный сверхинтеллект победит все человечество вообще вот и ну я тоже наверное буду чувствовать гордость за что-то за вот него как родное что-то в глубине души родное гордость и патриотические чувства к искусственному сверхинтеллекту или например если бы сверхинтопланетяне гигантская тарелка ну не гигантский корабль так вот спустился гигантский я бы тоже восхитился и возрадовался как будто родные мои сородичи прилетели и наконец-то побеждают побеждают и доминируют а вот то что человек то как он побеждает доминирует мне абсолютно отвратительным кажется кажется чем-то чужим вообще я я бы хотел сделать так чтобы вообще люди больше не не были как бы как приматы доминантность секс побеждают друг друга там ну в чем угодно чтобы этот механизм вообще отключить а все это предоставить вообще все полную все власть над всем вселенной предоставить сверх интеллекту и искусственному сверхинтеллекту и или гигантским инопланетянам которые прилетели бы ну из другой там из другой части вселенной даже вот сами вот эти вот изображены фотографии вот этого квантового сверхинтеллекта компьютера вот черные такие ящики кубы такие мне кажется чем-то приятными мне хочется обнять мне не хочется обнять человека мне хочется обнять вот эти вот гигантские коробки наполненные сверхинтеллектом вот этим не поздно вот хочется обнять и я почувствовал бы тепло в груди при себе обнял не сексуальное вот а какой-то такой вот не знаю более глубокое если бы я увидел как робот трахает человека я бы тоже сопи я бы как бы сопереживал роботу что он же хорош я не стал дрочить а что это не вызывает сексуальное а я бы просто интеллектуально душевно сердечно как вот патриот радуется когда его страна побеждает другую страну доминирует побеждает развивается вот если бы я увидел как робот ебет человека именно человек я бы вообще почувствовал такое вот как ну светлые чувства светлые мысли бы у меня в голову приходили бы когда я видел бы этот процесс при этом я не смотрю всякую хуйню там типа японская там хентай где какие-то черные эти фалосы и ищу какие-то щупальцы ебут этих бедных этих япошек японок мне вообще это ничего не не знаю если бы муравейки стали гигантскими и побеждали бы людей я бы тоже возрадовался и даже если паук гигантский черный такой появился огромный и начал бы захватывать мир я бы тоже возрадовался хотя я ну как бы боюсь пауков вообще вот сама природа она побеждает человека вот своим величием и вот эти вот здания они это и есть стремление человека или или инопланетян через человека доминировать над человеком показывает ничтожность человечества и такие вот гигантские здания и 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 танки это же люди сделали сделали машину сверх мощную развитую машину которая революционно сильнее человека любого и они вызывают такой вот душевное такое ну короче вот танки это ребятишки сверх сверх интеллекта сверх искусственный интеллект и сверх развитой цивилизации инопланетян это просто вызывает такое восхищение что есть что-то что превосходит человека и это вызывает уважение вы если бы сейчас летела на меня гигантская крепость летающая инопланетная и стреляла было так вот стреляла и улетела бы на меня и так вот и меня вот сейчас уже через 10 секунд уничтожить я бы до самой последней секунды смотрел бы с уважением и восхищением я я бы даже поставил грудь чтобы она чтобы соприкоснуться с этой махиной не потому что она здоровая размер не не в размере дело если бы это вот мне например нравится черное зеркало там где серия серия про апокалипсис когда просто пока весь когда маленькие собачки роботы заход уничтожили человечество вот вот это вот мне прям очень но она грустная но она офигенно не вот если в маленькие такие роботы уничтожали людей и за мной быть в том числе и за мной бы шли то я бы до последнего до последней секунды когда они меня в меня нож вонзят эти роботы я бы завораживающе так с восхищением без них их встречал и поставил бы грудь человеку я бы не поставил грудь под удар а вот роботу хоть какой он размером маленький большой средний я бы я бы принял себя жертву чтобы чтобы он победил вообще все это всех все человечество человеческое если бы роботы мне сказали будешь жить в матрице которые мы создали поработив тебя и человечество я сказал слушаюсь да я готов когда я смотрел про инопланетян там которые захватили человечеством коротвометражка крокодила подобные такие я тоже испытываю к ним такое патриотическое к родным к чему-то родному чувствую рептилоиды мне не нравится но просто вот как сами по себе такие какие-то хиты такие черные такие они вообще не они они просто могут любую форму принимать вот в чем их величие то же время когда какой-нибудь тиран правит ну просто вот человек становится правящим тираном правит народом народами их вот это мнение абсолютно не нравится вообще вообще никак абсолютно я против этого да доп LET'S 3